всем привет привет рада вас видеть начало месяца и первые расклады я делаю формате карты руки и сегодня я сделаю расклад на такой коротенький планирую по крайней мере на одну позицию расклад называется где я сейчас нахожусь мы с вами посмотрим где вы почему вы там почему вы не в другом каком-то месте такое сделаем небольшой анализ так я сказала да что расклад будет на одну позицию ну давайте сразу и приступим итак первый вопрос сразу мы спрашиваем где вы находитесь сейчас если мне покажут несколько вариантов я буду озвучивать несколько вариантов и так где вы находитесь сейчас сейчас вы находитесь в трансформационным да могу сказать состоянии перерождения это аркан перерождения когда такое знаете состояние понимания того что я уже вырос то так как было раньше я уже не хочу хочу как-то по-новому и знаете это вот такое ощущение какого-то зова что ли внутреннего когда ты понимаешь что есть какие-то внешние еще факторы какие таковы которые вас сдерживают по каким-то причинам но я уже не хочу так при попробую привести вам пример что вам понятно было знаете как то допустим на работе если вы работаете с людьми да каким-то образом либо коллеги вы понимаете что мне уже вот это вот общение такое не то чтобы легкая а на таком уровне на котором есть сейчас да она мне уже не интересно то есть те темы которые могут быть может быть люди разбирают либо говорят они мне не интересны уже хочется что-то другого и причем это знаете это другое этот какое-то такое внутреннее состояние она еще полностью не сформировавшиеся чтобы сказать что я могу четко для себя поставить как вектор направления куда мне идти что мне нужно делать предпринимать какие-то действия но у меня такое ощущение что вы как будто вы хотите вырваться из каких-то оков вот здесь вот такое чувство но есть еще что то что сдерживает какие-то не знаю обязательства может быть какие-то незавершенные дела может быть ну элементарно там я не знаю хотите чем-то заняться но есть маленькие дети вы понимаете что они вас отвлекают вы не можете то есть есть какие-то нити здесь может быть это даже какие-то зависимости до привязки привычки не знаю но здесь такое ощущение что вот вокруг вас очень много разных паутинок да вот этих вот каких-то присосок которые возможно вы когда-то создавали либо другие люди по отношению к вам создавали и вот есть вот этот вот контакт и эти вот контакты каналы энергетические они как будто бы вам не дают выйти ну ко мне стало интересно что это что это за каналы это вот какие-то внутренние ваши уже по пятерке жезл внутренние какие-то ваши противоречия то есть какие-то убеждения не знаю возможно вы были раньше в каком-то обществе и ваши взгляды да либо какие-то мысли находили точки соприкосновения с другими людьми сейчас настал такой этап что вы как будто бы смотрите на этих людей на эту ситуацию вам кажется как я раньше мог об этом думать как я раньше мог об этом говорить то есть вот здесь какое-то обновление произошло внутри вас что это за обновление ощущение того что спали какие-то иллюзии да как-то вот вы более реалистично что ли посмотрели на мир здесь вы прошли какой-то очень важный этап опыт может быть внутри себя знаете обрели им какую-то свою структуру то есть такое чувство что раньше условно говоря это как маленький ребенок до которого куда мама повезет либо папа туда он идет а потом а он взрослеет и он волен идти туда куда он уже хочет да то есть он уже вправе выбирать будет такое ощущение что вот вы прошли как раз таки по стойкости вот этот вот этап никого такого взросления когда вы уже понимаете что вот это вот то что я говорила да так как раньше вы уже не можете быть вы как будто бы увидели свою иллюзию в плане того что вам казалось то жизнь которой вы жили что это был ваш выбор на самом деле здесь ощущение того что он было какое-то внешнее влияние что вот ваши желания они по сути были не вашими да что не знаю какие-то выборы которые вам казалось что вы делали да на самом деле они как будто бы делались на пускай не напрямую но как-то косвенно под влиянием каких-то не то чтобы сил а вот ситуации обстоятельств да что вот ощущение того что осознанного выбора как такового до вашей жизни не было это знаете вот как некий такой шаблон дали бы веяния не знаю когда мы говорим что это мода да все так одеваются например там мода 90-х да вот и и мы так одевались либо там говорим там мода сороковых шестидесятых годов да вот и все стараются как-то вот придерживаться этого стиля либо не знаю была мода там я не знаю после школы поступать в институт в универ то есть продолжать какое-то обучение в дальнейшем там я не знаю искать работу в соответствии со своей профессии это тоже своего в своем формате какой-то вот определенная программа и вам казалось что вот в этой программе что вы как будто бы вольны выбирать но получается сейчас когда вы оглядываете что вы в принципе примерно совершали те же самые действия что и другие люди что вот в этом как будто бы знаете это как поток реки когда весной начинает снега оттаять да вот это вот горная река она своем вот своей скорости на своем пути она сметает абсолютно все что есть как преграда возможно либо все все что находится в на ее траектории вот прямо на эти вот как-то под каким-то не то чтобы давлением а под какое-то влияние вот здесь мы как все вот мы как все вот здесь вот очень-очень хорошо было а сейчас ощущение того что вы как будто бы понимаете что я уже не хочу так как все но здесь не не в плане того что это вот какое-то бунтарство да а здесь именно идет своего рода какое-то пробуждение внутри себя что ли то есть вы как будто бы стали вы раньше слышали себя вы раньше выбирали на основе своих каких-то состояний а больше старались прислушиваться к своему сердцу но вот такое ощущение что здесь что-то поменялось чувство что много знаете это вот как будто бы когда-то посадили какое-то зернышко и долгое время за ним ухаживали а потом как будто бы забыли и вот из этого зернышка выросло дерево и неожиданно вы смотрите о огромное дерево как она тут оказалась я его ранее не замечал да и вот вот это вот с одной стороны какое-то удивление здесь и следствие ваших каких-то действий это не то что это случилось неожиданно да по какому-то там волшебству просто вы как будто бы даже и не надеялись на эти перемены но вы шаг за шагом шли к ним а сейчас это ну это знаете как 101 обезьянка да все время что-то говорили вы себе да как-то там я не знаю о чем-то мыслили а потом вдруг а одно какое-то слово либо какая-то фраза где-то либо книга какая-то прочитанная и она запустила вас то что уже имела плодотворную почву да то есть вот просто пелена спала здесь речь идет про эту трансформацию если вам откликается вы смотрите дальше если нет то другой расклад в этом раскладе мы будем говорить про именно про трансформацию и как раз к следующим вопросом мы посмотрим что вас привело сюда вот именно к что поспособствовало да к этом к этой трансформации к этому перерождению тройка мечей до какой-то достаточно болезненный опыт с чем он связан связан он для кого-то возможно с взаимодействием с другими людьми а для кого-то этот опыт связан с построением чего-то почему он для вас такой болезненный потому что вам нужно было как разки по верховной жрице пройти знаете этот опыт он был важен для вашей души я бы так сказала да то есть у каждого он свой но он важен был для вашей души вы здесь его не совсем осознавали вот так могу сказать знаете иногда бывает там я не знаю создаем какие-то взаимоотношения с человеком это не обязательно любовные любые взаимоотношения с человеком и нам кажется что вот здесь не ладится что мы постоянно комплектуем какие-то там ссоры проблемы в конечном итоге отношения разрываются потом вы получаете какую-то информацию возможно извне где вам говорят что это были вот кармические допустим отношений ваша задача была развязать узел с этим человеком и его можно было как разки развязать через допустим проработку своих каких-то травм да то есть этот человек вам подсвечивал ваши травмы и от этого вам было слишком больно но вы справились либо не справились то есть получаете какую-то информацию которая до определенного момента для вас она была закрыта и вот когда у вас открываются глаза да по верховной живицы когда вы увидите что вот этот вот опыт он был знаете как не просто случайный иногда есть такое ощущение что мы живем как будто бы до забытый богом его какие-то полоса трудности сложности одна за другой и ты как будто бы знаете человек не умеющий плавать начинает в если вы бросили там в море бассейн куда-то до барахтаться и вот он как будто бы не видит это спасение и не может всплыть на поверхность но оказывается что после того когда эта ситуация уже завершилась пока вы находитесь в этой ситуации вы этого не видите но после завершения ситуации приходит вот это вот как раз таки по верховной живицы вот это вот осознание глубины происходящего и тогда вы начинаете благодарить говорите что вот блин как хорошо куда то запустить а благодаря этому человеку у меня открылись какие-то способности благодаря этому человеку я поняла насколько я могу любить да что насколько глубоко я могу насколько я могу вот вы как будто сами в себе вот начинаете ощущать какую-то доброту, человечность. То есть вы, благодаря какому-то другому человеку, начинаете в себе раскрывать какие-то моменты, возможно, таланты, способности. Кто-то, наоборот, излечивается. То есть были какие-то моменты, не знаю, в детстве, когда присутствовала какая-то критика, обесценивание. Вот пришел этот человек, и благодаря ему, не то, что он с любовью что-то делал для вас, нет, он, может быть, даже проигрывал роль какого-то тирана, но благодаря этому вы начали как-то менять всю ситуацию, понимать, что я могу сделать, как я могу изменить, почему этот человек ко мне так относится. То есть начали с собой как-то работать, и вы изменились. То есть не будь этого человека, этого актера в вашей жизни и его проигранные роли, вы бы не исцелились, например, от состояния жертвы, вы бы не поняли какие-то свои травмы. То есть здесь сценарии могут быть у каждого свои, но обязательно эта ситуация, она была для вас очень болезненная. Здесь могут быть даже такие разочарования о том, что не складывается, тройка мечей и тройка педаклей, не складывается, не получается выстроить то, что я хочу, я прикладываю сил, но я не вижу какого-то результата, у меня это не получается, это какая-то повторность, и одно и то же, и одно и то же. В какой-то момент к вам приходит вот этот вот, знаете, инсайт и понимание, а как это было все устроено. И когда вы понимаете уже с оглядкой назад на эту ситуацию, вы к ней относитесь с благодарностью. Оказывается, ах, вот оно как было. Поэтому вот это, вот это, вы начинаете понимать всю эту ситуацию. И вот как раз-таки вот это все понимание, оно и привело вас сейчас к перерождению. Это когда, знаете, вы варитесь как пельмень в кастрюле, да, вам кажется, что вы находитесь в закузе, и вам так хорошо. Но стоит вам войти в позицию шеф-повара, да, вы понимаете, что вас едят, да, что оказывается не все так хорошо. Ну, либо наоборот, то есть пока вы ходите по лабиринту своего сознания, да, вы играете в какие-то игры своего разума, вы не видите выход. Но стоит вам посмотреть на ситуацию сверху, сразу вы как будто бы, знаете, все пазлы складываются, вам становится понятнее. И здесь уже вот такие моменты, как, например, там прощение кого-то, да, либо обиды, которые держали на кого-то, они уже уходят на второй план, потому что вы понимаете, что это была своего рода осознанная искусственная какая-то ситуация для того, что бы. И у каждого вот этого, что бы, свое. И автоматом происходит вот какой-то скачок внутри. И вы его еще ощущаете, да, вот как раз-таки по аркану смерти, когда вы оставляете вот это вот все прошлое позади. Что еще вас сюда привело к перерождению? Уход. Уход и завершение. Так, отчего? Что здесь? Сейчас я подвину карты. Что здесь завершилось? Причем завершилось что-то очень ценное, важное для вас. Что здесь завершилось? Какое завершение здесь было? По солнцу. Знаете, какая-то детская позиция, да? На самом деле произошло завершение именно этапа тогда, когда со мной жизнь случалась. Своего рода некая такая фатальность. И еще расскажу. Казалось, что вы делали какой-то выбор. Но на самом деле этого выбора не было. Вы просто следовали каким-то определенным протоптанным дорожкам. И завершение здесь идет по солнцу. Как раз-таки становление себя, я бы так сказала, да, обретение вот этой целостности. Потому что восьмерка кубков говорит о том, что здесь как раз-таки и разрушаются вот эти вот наши иллюзии, да? Когда мы оставляем что-то ценное. Для нас ценное это было вот это вот детство. Это была беззаботность. Это была какая-то незрелость, что ли. И кажется, ну как такое может быть? Столько слез, столько гореваний. И тут это, оказывается, было ценно. Что было ценного в этих слезах? Вот как раз-таки, если смотреть с точки зрения, я не знаю, точки, поставленной где-нибудь в пространстве, то мы не сможем увидеть, что мы находимся там в двухмерном пространстве, да, либо в трехмерном. Мы просто будем точкой. Но если мы смотрим на эту точку с другой позиции, да, там, я не знаю, с позиции сверху, то мы сможем увидеть полностью всю картину, то, о чем я говорила. Вот здесь как раз-таки, когда вы оглядываетесь назад сейчас, да, вы сможете увидеть, что вот то, как вы жили раньше, на самом деле это было беззаботное время, да. Вы хотели, вы капризничали, да. Я не буду так поступать. Вы захотели, вы обиделись. Это детская позиция. Это позиция человека, который не осознает, осознает, что он имеет право на выбор, на реальный выбор. Что то, что с вами происходило, да, что это не чужой дядя виноват, а это был ваш выбор. Ваш выбор страдать, ваш выбор как-то горевать, ваш выбор лениться, ваш выбор жалеть себя. То, что я говорю сейчас, если кому-то не откликается, значит, это просто не ваш расклад, потому что то, кому откликается сейчас, это те люди, которые действительно пришли к этому перерождению. Аркан смерти – это не просто то, что мы оставляем старое позади, либо то, что нужно, а это то, что мы оставляем позади, в глубине своей души. У нас происходит перерождение в нашем сознании. Перерождение в сознании – это не просто я делаю по-другому, а я осознаю, я даю отчет себе в том, что происходило, почему происходило, где моя ответственность в этой ситуации. Не знаю, здесь какая-то такая очень взрослая позиция. Ее сложно объяснить, потому что если человек не пришел к этому этапу, то может сказать, что как, ну как, я выбирал, что ли, чтобы мне не хватало денег, либо были какие-то финансовые трудности, либо какие-то болезни. Так может сказать человек, у которого нет вот этого перерождения в сознании, человек, у которого есть вот эта вот взрослая позиция, о которой я говорю, целостность, и который смотрит на мир не с точки зрения исключительно только себя, а взаимодействия и взаимосвязи всего в этом мире, он понимает, что это был мой выбор. Мне так выгодно было страдать, переживать, жалеть себя, да. Я выбирал то, что я хотел, то, что мне нужно было на тот момент, и мир мне это давал. Но если я не дошел до этого уровня осознанности, я это не пойму, я это не приму. Здесь как раз-таки речь идет для тех душ, которые это осознают, что это выбор. Вот в этом-то вся и разница по этим арканам, достаточно такой глубокий расклад. Еще раз скажу, возможно, он подойдет к единицам, если у вас есть отклик на то, что я говорю. Если нету этого отклика, значит вы просто где-то в пути еще к этому перерождению, и вы обязательно придете. Потому что здесь такие достаточно серьезные арканы, аркан смерти, аркан мира, завершения, аркан солнца, баланс, гармония, целостность, зрелость. Что здесь еще завершилось? Вот это вот метание, двойственная какая-то позиция, бесконечный выбор. Опять-таки с точки зрения осознанности, которая присутствует вот здесь в моменте перерождения, то есть у кого-то это уже состоялось, кто-то находит еще в этом процессе. Потому что перерождение – это не быстрый аркан смерти, это не быстрый аркан. Это аркан естественной эволюции, я бы так сказала. И на это может уйти и два года. То есть это не только, я не знаю, этап шесть месяцев, либо три месяца. У каждого, конечно же, свое, но в общем оно может доходить до двух лет, аркан смерти, вот этого перерождения. Завершается вот эта вот некая такая суета, когда я не знаю, что выбрать. Почему я уточняю здесь про выбор, хотя, например, аркана влюбленных еще нету, но он выпадет. Почему? Потому что здесь, когда мы входим вот в эту взрослую позицию, мы с точки зрения глобальности, масштабности и понимания закона Вселенной, мы четко знаем, что что бы мы ни выбрали, будь то окрашено в минус, либо в плюс, это есть верный выбор. Когда человек не дорос до этого понимания, у него нету этого осознания в его картине мира, он не будет с этим соглашаться. Но люди, у которых действительно происходит вот трансформация в сознании, они понимают, что какая разница, что ты будешь выбирать. В любом случае, любой выбор, он тебе во благо. В минусе ты пройдешь какой-то урок, в плюсе ты напрямую получишь удовольствие. И то, и другое тебе идет во благо. Здесь просто позиция и мира, ощущение человека, кого-то, знаете, который познал глубину, который познал мудрость. Давайте так скажу. Хорошо. Куда вы хотите прийти? Куда вы хотите прийти? По шестерке мечей. Вы идете в новое. Что это за новое? Причем новое, шестерка мечей, она не говорит о том, что я начинаю сначала, а она как раз таки всегда говорит о том, что человек двигается к новым берегам. Что это за берега? Мы не знаем. Это берега неизведанные. Они могут быть хорошими, они могут быть и плохие. Все зависит от смотрящего, от того, кто оценивает и как оценивает. Но это обязательно что-то новое. Поскольку это масть мечей, это всегда про наше сознание. Это всегда про наши мысли. Здесь вы хотите прийти к какому-то новому миру восприятию, в котором не то чтобы не будет трудностей, но не будет хитрости. То есть здесь какое-то очищение предварительно происходит именно в вашем сознании. Когда вы идете действительно в новое, но не со своей ложкой в гости ходим, а здесь новое в состоянии открытости. То есть я готов к тому, что ко мне придет, но при этом я стараюсь как-то посеять внутри себя какие-то новые убеждения, позитивные убеждения. Потому что если шестерка мечей, мы идем в новое со своими старыми мечами, вот с этими, своими старыми убеждениями, то у нас получается старая песня на новый лад. То есть одно и то же. Толку от этого не будет. Если мы действительно хотим пойти в новое, то в это новое мы должны пойти и с новыми убеждениями, с новыми, абсолютно новыми взглядами. Иначе мы просто будем воспроизводить свое неудавшееся прошлое. Куда еще вы хотите прийти? Королеве Пентакли. Человеку, который, знаете, Королева Пентакли – это последняя масть, прежде чем придет к императрице в роли женского архетипа. Это женщина либо архетип человека, который хорошо стоит на своих ногах. Это человек преданный, верный, открытый, добрый, заботливый, внимательный. Это человек, который знает, как можно жить и как можно выжить. Это тот человек, который приумножает те ресурсы, которые у него есть. То есть человек, который хочет жить стабильно, в благости. Это не тот человек, который будет жить в шалаше, но при этом в любви. А вы будете выбирать любовь, но при этом в прекрасном доме. То есть зачем отказываться в нашей жизни, коль душа воплотилась в материальный мир, от материи. Она пришла сюда для того, чтобы познать эту материю. Так надо воспользоваться всеми шансами. Королева Пентакли здесь про это и говорила. Он говорит нам, что я готова развиваться, я готова познавать духовный мир, то есть уметь соединить вот эту вот духовность, огненность, весь свой эмоциональный спектр связи с состоянием души. потому что у всех королев, у них вводная основа, то есть эмоционально они все чувствительные. Но при этом вот это вот то, что я проживаю, то, что я чувствую, ту связь, которую я ощущаю с тонким планом либо с состояниями, с астральным миром, может быть, с нашим бессознательным. Я хочу связать именно в том мире с материальным аспектом. То есть проще говоря, чтобы не жилось и хорошо, и комфортно, но это не говорит о том, что я буду меркантильным человеком либо зацикленным на материальном. Но с другой стороны, это говорит о том, что я хочу наслаждаться, то есть я не лишена желания и жить в достатке. Потому что я понимаю, что комфорт – это не то, что ты как бомж на улице есть матрас и то, чем укрыться, и все окей, тепло же и ладно. Нет, это то, что вы создаете вот эту вот атмосферу, вот этот вот уют, доброту, заботу, открытость. Вы показываете миру свою заботу о себе, уважение себя в первую очередь, пендакли про ценности. Вы создаете свою новую систему вкупе шестерка мечей, свою новую систему ценностей, когда вы цените и уважаете себя, цените и уважаете свой собственный труд. И мир вам это будет отражать. То есть окей, ты хочешь благость, ты хочешь изобилия, ты хочешь доброту, открытость, заботу, верность, преданность. Ты это получаешь. Куда еще вы хотите прийти? Тройка мечей. Что здесь опять с тройкой мечей? Пятерка кубков. Секунду. И аркан колесницы. Вы хотите совершить прорыв. То есть вы не то, что убегаете от какой-то боли. Вы хотите научиться, я бы так сказала. То есть здесь не то, чтобы человек отказывается. То есть любой отказ от чего-либо, это тоже своего рода иллюзия. Как страус, который опускает голову в землю. Меня здесь нет и не было. Аркан колесницы интересный. Аркан обычно в классике здесь изображены сфинксы. Как правило, чисто визуально есть ощущение некой такой пассивности и статичности. Но на самом деле это очень скоростной аркан. И когда его проживаешь, ощущаешь в медитации, возникает такое чувство, знаете, как вы находитесь на гребне волны, как некий такой серфер. То есть вы не просто словили волну и по прямую к ней идете, а здесь вот присутствует вот эта вот гибкость, умение, как бы так сказать, не то, чтобы лавировать. Вот здесь как раз-таки речь идет о том, что вы хотите прийти к тому, чтобы не отказываться от этих болезненных моментов, от страхов, от слез, гореваний, утрат, а упеть лавировать. То есть как бы здесь объяснить, здесь еще раз возвращаюсь к тому, что здесь новый уровень сознания. В прошлом вы бы сказали, что нет, я хочу с этим либо побороться, либо от этого отказаться, либо что-то с этим сделать. Сейчас на новом уровне, куда вы хотите прийти, вы хотите научиться с этим жить. Но не в плане того, что я смирился в негативном ключе, что я смирился и лапки опустил, и все, ой, мир такой, и все теперь. Нет. А умение, невзирая на какие-то трудные, возможные моменты, соглашаться, это имеет место быть. Что я могу здесь сделать? Помню, у нас здесь состояние выбора. То есть человек, он признает, что мир, он такой, что да, есть такие моменты по пятерке кубков, когда я огорчаюсь о том, что не получилось так, как я хотел. Были какие-то ожидания, не оправдались. Да, разочаровался, что да, есть какие-то страхи, возможно, есть какое-то чувство вины. То есть это все имеет место быть. Вы это видите, вы это принимаете. Принимаете не в плане того, что да, я согласен, ну вот, что я буду так жить. Нет. Ну вот в этом страхе, горечи и скорби, утраты. Нет. А вы это принимаете, что это окей, это часть жизни. Я не буду на этом зацикливаться. Я увижу в этом что-то позитивное, что-то благостное для себя. И вот этот вот артан колесницы в краске говорит и про то, что вот таким образом вы как будто бы будете лавировать. Когда вы не зацикливаетесь на этих негативных эмоциях, то вы по сути продвигаетесь вперед. Когда начинаете придавать значение вот этим негативным состояниям, помните, я здесь говорила, здесь ощущение каких-то щупальцев, каких-то каналов, которые вот вас как паутина сдерживают. Здесь вы хотите прийти к чему? К тому, что вот этих вот как минимум щупальцев, то, через что можно вытягивать из вас вашу жизненную энергию, вы его будете обходить. То есть да, представьте, я не знаю, у меня здесь просто идет такой образ некого потока. Либо как змея ходит вот так вот зигзагообразно. Она видит, что с двух сторон есть какие-то, например, преграды, камни, трудности, сложности. она не стала зацикливаться. Когда мы зацикливаемся, мы придаем этому значение и тем самым цепляемся за ту или иную ситуацию и она нас держит. Когда нас держит с одной стороны камень, с другой стороны камень, с третьей стороны груз, мы не можем двигаться дальше. Нам нужно убрать эту значимость, вот эту вот зацикленность, вот эти вот камни, привязка к этому для того, чтобы двигаться дальше. И вот аркан колесницы, он как раз таки поможет вам в вашем новом мире то, куда вы стремитесь на уровне сознания. Это абсолютно новый уровень. Взаимодействовать с этим. Знаете, это не про то, что вы становитесь черствыми, вот вы проходите, да, и видите человека, там, я не знаю, который переживает, плачет или еще что-то. Нет, вы не пройдете мимо. Королева педакли не может пройти мимо, у нее доброе сердце. Вы подойдете, поинтересуетесь, но вы не будете вникать в ситуацию, что произошло. Вы спросите, я могу тебе чем-то помочь. Если человек скажет, нет, все, пошли дальше и забыли, это стало прошлым. И раньше, возможно, вы бы тоже начали сочувствовать, сопереживать, включаться, но это жизнь другого человека. Вы предложили помощь, отказались, все, идем дальше. Вот здесь это не то, чтобы вы идете налегке, вы идете по пути наименьшего сопротивления. Вот так я могу сказать. Хорошо. Куда еще вы хотите прийти? Семерка педаклей. Если я так положу, видно? Поднимем. Вы хотите прийти, знаете, к гармонии и к любви. Двойка кубков. Видно, да? Вы хотите прийти к любви внутри себя. Причем по Семерке педаклей вы долгое время этого ждете. Долгое время этого не случается. Двойка кубков говорит не только о любви, а она говорит о том, что я нашел человека, знаете, родную душу. Причем эта родная душа, она может быть не только в формате другого человека, да? Это может быть друг очень близкий. Это может быть действительно отношение, да, с человеком родственной души. То есть тот, кто вас понимает, с кем вы смотрите в одном направлении, у вас одинаковые ценности. Возможно, разные убеждения, но ценности у вас будут одинаковые. Но это в том, в том числе, в том числе, это гармония и родственная душа с самим собой. Почему Двойка кубков называет любовью? Потому что здесь идет соединение двух противоположностей. Как вариант в интерпретации, это соединение со своим Высшим Я, когда вы налаживаете контакт. Это не про слияние Высшего и Низшего Я, хотя я не исключаю такого, если вы дойдете от такого высокого уровня в этом воплощении, чего я вам и желаю. Но, как правило, здесь есть вот этот вот контакт. Иначе мы говорим контакт со своей душой, контакт с самим собой. Когда произошло вот это вот слияние с самим собой, когда соединились две противоположности разум и огонь и вода, душа, когда мы находимся вот в этом слиянии, когда душа хочет, а наш разум может. Еще куда вы хотите прийти к аркану силы. Причем сила здесь на повторе идет. Она говорит о том, что вы хотите не то, чтобы преодолеть свои какие-то страхи, а здесь знаете, ощутить. Ощутить силу своей воли, да, вот эту вот силу творческую, на основе которой я могу творить свой мир, я могу создавать. Вы хотите почувствовать себя сильным человеком. Что значит сильным человеком? Не физически, а духовно. Это человек, у которого есть прилив этой энергии. Куда у нас уходит, как правило, энергия? Она всем дается в равной степени. Куда она уходит? Тройка мечей, пятерка кубков и девятка мечей на страхе, на поддержание вот этих вот всех состояний по тройке мечей горевания, скорби, слезы, о том, что жизнь не удалась, о том, что по пятерке кубков мои ожидания не оправдались, я утратил то, что я хотела, либо я не получил то, что я хочу. И вот туда мы сливаем на все эти эмоции, страхи, переживания, чувства вины. На это все мы сливаем энергию. И в конечном итоге на то, чтобы пойти куда-то по шестерке мечей, достичь королевого педакля то, что я хочу, нам не хватает сил. Чисто физически мы это ощущаем в теле, что что-то трудно стало с возрастом уже вставать с кровати, уже как-то меньше желания, уже нет вот этой детской бодрости, когда просыпался в пять утра после очень бурной ночи и все окей, шел на работу и тебе хватало сил. Почему? Потому что с возрастом появилось очень много негатива в жизни и на поддержание этого негатива, потому что это все-таки программа, а для того, чтобы они существовали, нужна энергия, мы туда эту энергию сливаем. И здесь у нас возникает ощущение, куда я хочу прийти, я хочу стать сильным человеком, то есть наполненным энергией жизни. В данной колоде здесь изображен геракл, который открывает пасть льву, лев это изображение наших, отображение наших инстинктов. И геракл это по сути олицетворение человека осознанного, то есть человек, который живет в соответствии с нашими добродетелями. Кто победит? Вот это бесконечная борьба, я иду за своими инстинктами, желаниями, либо точно так же, как и в Аркане Колеснице, белая лошадь, темная лошадь это наше желание, и светлая лошадь это наша мораль, как нам нужно жить, как понимает наша душа, что как нужно жить. Вот здесь вот эта борьба, она должна прийти к двойке кубков, она должна прийти к гармонии, тогда, когда перестанет вот эта вот быть борьба, надо мне, не надо, здесь она у нас была по двойке Пендакля, о котором я говорила в выборе, по всему раскладу проходит, надо мне это делать или не надо, пойду ли я в соответствии со своими желаниями, либо пойду я в соответствии со своими нравственными какими-то принципами по жизни, как мне двигаться, как правильно. Нету правильно, есть путь, который мы проходим, и то, и другое правильное, потому что выбирая одно, мы все равно отклоняемся от равновесия, двойка кубков у нас говорит о балансе, о гармонии, выбираем другое, мы все равно отклоняемся в другую сторону, силы равновесия, они так или иначе нас вернут не на прежний путь, а на уравновешивающие силы, то есть в одну либо в другую сторону мы пойдем. Вы хотите прийти, здесь очень такие, у меня такое ощущение, что в большинстве своем, как правило, по первой позиции такие люди проходят, которые убирают у меня расклад по позициям, люди достаточно осознанные, понимающие, как устроен мир, как нужно жить. Второй вопрос, получается ли он жить в соответствии с этими знаниями или нет, но мы, по крайней мере, стараемся. Почему вы до сих пор не там? Семерка мечей. Есть какая-то хитрость. Семерка мечей, да, как правило, мы всегда говорим про обман, но семерка мечей, это лично для меня, это олицетворение знака Зодиака Водолея. То есть человека очень эрудировано, человека, который движется вперед своего времени, потому что он видит и смотрит на ситуацию как повешенный под другим углом. Семерка мечей здесь говорит о том, что у человека есть понимание, то есть вот перерождение, которое у вас здесь происходит, да, по аркану смерти, перерождение, у вас есть осознание, да, того, как надо сделать, да, как будет правильно, что правильнее будет пойти в шестерку мечей, вот в это новое. Но если я не оставлю прежние свои вот эти вот взгляды на жизнь, да, если я не изменю свое мировоззрение, я не смогу пойти. Семерка мечей здесь нам про это и говорит, что я понимаю, что мне нужно пойти другим путем, мне надо найти какой-то, вот, знаете, инновационный подход, другой, не в плане я пошел направо, надо пойти налево, нет, а здесь нужно найти какой-то вот оригинальный подход, не похожий ни на что. и люди по семерке мечей, в чем заключается их хитрость, не только в том, что они обманывают, да, они осознают как раз-таки, что обмануть другого человека, да, возможно, но себя не обманешь, потому что это будет приводить потом к чувству вины, так или иначе. Здесь люди с таким очень интересным мышлением, да, которые могут найти способ пойти этим путем, но они не идут, почему, потому что есть что-то еще, что их сдерживает, что это такое, что сдерживает, я сказала в самом начале, что аркан влюбленных выпадет, я его не искала, вот, но просто по ощущению, по энергетике расклада, потому что, почему вы еще не там, да, потому что вы еще окончательно не сделали выбор, здесь такое чувство, что, знаете, вот эти вот путы, связи, как я сказала, да, присоски, о которых я говорила в самом начале, они вас держат лишь потому, что держитесь вы за них, помните, здесь восьмерка кубков говорит о том, что мы оставляем что-то ценное для себя, вот в этих привязках, да, есть действительно что-то ценное для вас, да, солнце, вот в этой детскости, вы не делаете выбор, потому что вы с одной стороны, здесь, знаете, как будто бы шаг, шаг над пропастью для того, чтобы перешагнуть и пойти на другую гору, да, вы понимаете, что обратного пути уже не будет, здесь какое-то такое очень важный, важный момент в вашей жизни, да, когда вам нужно решиться, вы понимаете, что вот это решение, которое нужно принять, оно будет неизбежно, так или иначе, вы его примите, вы это знаете, убежать от него не получится, но с другой стороны, и оставлять что-то ценное, важное позади, в данном случае, ту жизнь, которую вы прожили, не очень-то хочется, потому что тройка мечей, к примеру, говорит о страдании, да, о какой-то боли, вы настолько свыклись с тем, что в жизни, например, всего нужно достичь через какие-то страдания, да, через какие-то преодоления, а если вам предложат новую жизнь, в которой все можно будет получать, допустим, по сонышку легко, да, по велению вашей души, вы захотели, через какое-то время вы это получили, не сразу, но вы это получили с наименьшими какими-то затратами, сопротивлением, и у вас сразу будет в голове появляться такая мысль, да, шаблон, а как так, а в чем тогда интерес будет, да, то есть, вот я захотел, я получил, я захотел, я получил, а где, где интерес, где вкус к жизни, потому что также по аркану смерти, да, когда мы преодолевали, какие-то трудности внутри себя, да, наше эго радуется, вот, я молодец, помимо того, что вы сами себе придумали эти трудности, да, прострадали, и у меня получилось, то есть, знаете, как будто бы какой-то смысл вы находите в этой игре, почему, потому что в этой игре все правила известны, а туда, когда вы хотите прийти, там новая игра, и вам правила эти неинтересны, неинтересны, неизвестны, потому что вы так раньше не жили, вам это непонятно, вы не понимаете, в чем прикол, как это, знаете, как в сказках по волшебству, да, взмахнул палочкой, и оно проявилось, в чем прикол, только палочкой махать, ну окей, все есть, и что потом, то есть, понимаете, ваш разум, он начинает находить какие-то такие, я вам просто пример привела, находить какие-то такие объяснения, в плане того, что вот здесь вот пострадать, это хорошо, потому что к тебе привлекается внимание, да, там, ты можешь получить, а это один из способов манипуляции, то, что ты хочешь, а вам говорят, а зачем тебе манипулировать, ты можешь просто попросить, и тебе это дадут, это неинтересно, понимаете, разуму, это неинтересно, и вот такие, такого формата игры, нашего разума, да, они есть абсолютно у всех, и вы это осознаете, вы это чувствуете, что там уже как-то вот будет все на этом этапе, как-то по-взрослому, не то, что это будет трудно, наоборот, это возможно в некоторой степени по солнцу, это будет даже достаточно легче, чем сейчас, но выбрать это, я не хочу, я никогда так не живу, я не могу сказать, что здесь ощущается энергия какого-то страха, но здесь ощущается энергия некой такой, знаете, решительности, и обрезания своего прошлого, вот как раз-таки отрезание вот этой пуповины, оно пугающее, в плане того, что, а вдруг я пойду в это новое, а мне не понравится, а обратно я вернуться не могу, и здесь аркан влюбленный, мы видим прекрасную деву, да, с одной стороны голая, как ангел, это вот символ чистоты, символ как раз-таки то, что я говорила и здесь, добродетели, и здесь в образе Геракла, а с другой стороны одетая дева, да, как символ черной лошади, либо олицетворение здесь льва, то есть это наше желание, и то, и другое доступно мне, да, я могу выбрать и то, и светлый путь, и темный путь, и духовность, и материальность, я могу выбрать все, но человек не совершает выбора, он смотрит куда-то в другую сторону, где-то на небеса, в желание того, что, а можно я не буду брать этот выбор на себя, а можно я не буду брать эту ответственность, то есть вот, знаете, проще согласиться, когда тебя ставят перед фактом, да, ты, почему, потому что, если что-то не получится, ну, проще говоря, можно перевести стрелки на того, кто тебя поставил перед фактом, сказать, ты виноват, да, то есть я, с меня как с гуся вода, здесь вообще я ни при чем, а тут, если вы совершите выбор, вот в этом-то и хитрость, и совершать, да, то есть головой-то вы понимаете, что, чтобы пойти в шестерку мечей, мне надо совершить этот выбор, у меня есть способности интеллектуальные, то есть я знаю, вот его знание здесь присутствует, присутствует и луна, да, то есть инстинкт, скорее всего, интуиция работает, но я не хочу совершать этот выбор, потому что любой выбор, который я сделаю, да, либо в светлую сторону, либо в тёмную сторону, да, за ним последует некая ответственность, а я этого не хочу, поэтому вы и не хотите оставлять вот эту детскость позади. На самом деле, весь этот расклад говорит о пути вашей души, который вы проходите, причём так интересно, для кого-то это может быть действительно актуально на данном этапе, а для кого-то такое ощущение, что это вот как будто бы энергия всего вашего воплощения, да, то есть нельзя сказать, что это будет часто, там через два года, либо это было. Велика вероятность, что это будет вот вообще на протяжении всей вашей жизни, да, то есть здесь такая достаточно большая протяжённость по времени. Ещё почему, да, почему вы не там, почему вы не выбрали, потому что у вас есть ещё такое ощущение, что я что-то ещё не знаю, да, по жопе дакли, что возможно мне не хватает ещё каких-то знаний, да, что может быть пазл, ещё не полностью сложился. Может быть, знаете, это как в советское время, да, мамы выходили, дети играли во дворе, и как только наступали сумерки, мамы выходили и кричали, там, я не знаю, Саша, Дима, иди домой, да, уже поздно. мама, а можно ещё, да, вот ещё пять минут, вот ещё вот в эту игру доиграем, ещё вот это вот сделаем, сейчас, конечно, такое нет, да, дети уже такое не проживают, как было в моё время, по крайней мере. Вот здесь примерно так же, да, а можно я ещё что-то поизучаю, почему вам кажется, что, здесь может быть даже, знаете, поскольку выпал всё-таки этот аркан под девяткой мечей, я говорила, да, про чувство вины, здесь может быть даже ещё вот это чувство вины, что я себе не разрешаю, потому что есть вот это вот ощущение, что я ещё не достоин, я не достоин такого в уровне, да, то есть, это, допустим, когда кто-то говорит, ой, какие у тебя классные работы, да, какой ты классный художник, а человек этого внутри себя не ощущает, да, вот этого своего мастерства, он говорит, да не, не, я нормально, ну, рисую, как среднестатистический человек, а ему говорят, да нет, мы же видим, как это прекрасно, да, то есть, люди говорят в их глазах, но у человека есть, возможно, какие-то свои убеждения насчёт его профессионализма, и он не соответствует профессионализму его идола, да, то есть, того представления, каким должен быть профессионал в его глазах, здесь есть вот это чувство вины, да, я не заслужил, я ещё не достоин, да, жить так, я ещё не заслужил, ещё есть какой-то путь, который должна пройти душа, чувство такое, знаете, у меня от этого расклада, здесь на этом я завершу, о том, что, независимо от того, на каком этапе вы находитесь, что вам откликалось из этого расклада, или нет, здесь действительно, по велению палочки, вы можете уже прийти к королеве педагли, то есть, вот это вот, а перерождение вашего сознания очень напоминает, когда человек впадает в кому, потом приходит в себя, происходит процесс реабилитации, и он начинает жить абсолютно другой жизнью, да, он начинает, не знаю, начинает изучать языки, интересоваться тем, чем ранее не интересовался, перестал болеть, да, то есть, вот такое ощущение, что как будто бы действительно человека подменили, и он живет другой жизнью, вот здесь вот ощущение по этому раскладу, что достаточно вам захотеть, и вы уже накажетесь на этом уровне, но, еще расскажу, вы к этому уровню не приходите, по причине того, что есть еще вот эти вот привязки, да, вот эти вот убеждения, когда по семерке вот этой мечей, вы как будто бы себя еще обманываете, что вот я еще не наигралась, дай, мама, мне еще пять минут, вот я поиграю, да, потом я приду, я там сделаю уроки, либо я там по моему руке и сяду за стол, ну, вот дай мне еще, и мир вам здесь это дает, окей, сколько тебе надо времени, играй, но имей в виду, что если ты задаешься вопросом, готов ли я жить в этой новой жизни, да, то есть, если у меня способность, если у меня вот эта вот разрешительная система, то да, она есть, то есть ты уже готов, ощущение того, что дверь для вас, вот эта вот белая дверь, на другой уровень, она уже открыта, достаточно, вам даже ее открывать не надо, вам достаточно только шагнуть в нее, захотите, шагнете, но, знаете, шагнуть туда, вот именно хочется сказать, в той одежде, да, как в фильмах фантастики показывают, когда прилетаешь на какую-то чужую планету, да, и ты вот проходишь какой-то такой, я не знаю, входишь в какую-то капсулу, либо в какую-то комнату, где у тебя убивают там микробы, которые есть на теле, надо переодеться, и все такое, вот здесь вот это нужно пройти, вот вы как будто бы в эту комнату еще не зашли, вы думаете зайти, то есть если зайду, да, там начнут меня как-то очищать, вот эти вот микробы убивать для того, чтобы я стерильным пошел уже вот в новую жизнь, да, вот эта вот стерилизация, это как раз таки ваше убеждение, то, что держит вас, то есть в новую жизнь с вашими прошлыми убеждениями вас не пустят, не пустят не потому, что это запрещено, а потому, что вы не сможете уже жить с прошлыми вашими убеждениями, то есть допустим, желание как-то драматизировать какую-то ситуацию, либо проецировать какой-то негативный момент на вашего нынешнего положения на будущее, то, допустим, на новом уровне оно будет очень быстро реализовываться. Это будет вредить вам самим. То есть, в принципе, вас могут пустить туда, но вы не сможете адаптироваться и поймете, что нет, ну, я не могу. Если вы, к примеру, всю жизнь ели руками и вдруг попадаете в какой-то там, я не знаю, аристократичный дом, где все сидят за фарфоровыми приборами и с нужными там ножами, вилками по этикету едят, а вы никогда так не ели и не умеете рыбу чистить там, я не знаю, ножичками или каким-то другим инструментом, а вам проще руками взять и вытащить, вы не сможете, вам будет некомфортно не потому, что так нельзя, а вам будет от этого некомфортно и вы будете желать вернуться обратно так или иначе. Поэтому для того, чтобы было перерождение, вам нужно изменить свое мировоззрение. Но если вы задаете вопросом, готовы вы или нет туда, аркан мира говорит о том, что да, вы к этому готовы. После того, как по аркану Верховной Жрицы с вас спадет пелена, и вы увидите, что конкретно вас не пускает в это новое, к вам должно прийти осознание, возможно, знание и понимание у вас есть, но осознание пока еще нету, то есть нету вот этого вот опыта для того, чтобы полностью принять всю ситуацию. Вот такой достаточно философский получился сегодня расклад. Ну, как вышло, что увидела, как говорится, то и сказала. Прощаюсь с вами, всего самого наилучшего всем, пока-пока.